Обратная сторона медали. Как на Донбассе поощряют боевиков за убийства и грабежи? Зара утримает нагороду за то, что он убил своего сусида и убрал у него майму. Новоиспеченные полководцы и фельдмаршалы. За какие подвиги заслужили ордена Захарченко, Гиви и Моторола? Убил тысячу людей, молодец, ты генерал. Мирных, так ты и там дважды генерал. Не до героев, не до республики. Прямо сейчас в гражданской обороне. На парад в Донецке 9 мая собрались все сливки террористического общества. И больше всего впечатлил даже не шатающаяся Захарченко или навеханкая техника, якобы отжатая УВСУ и побывавшая в десятках сражений. Что интересно, такого количества героев на квадратный метр не видел еще не то, что ни один парад, ни одна страна. В бригаде два героя Донецкой Народной Республики и более 1218 военнослужащих, награжденных орденами и медалями. Командир бригады полковник Михаил Кихонов, полный кавалер орденов Николая Чудотворца. В бригаде служит полный георгиевский кавалер подполковник Насонов. По степени наград этих никому неизвестных людей поставили в ряд с такими людьми, как Буденный, маршалами Кутузовым и Жуковым и даже царицей Екатериной. Ну, уявить себе, еще за часи в Российской империи георгиевский хрест вважался наивысшим отзнаком. Это так же, как герой Украины. И вот людина, яка там, ну, рик, навіть, перебувает там при владе в так звании ДНР, є полным кавалером георгиевским, чотири георгиевские хреста. Це просто дурня, реально дурня. Просто це вже посміховисько. Но в ДНР, возможно, все. Только тут вчерашние мойщики машин становятся за неполный год подполковниками. Подполковник Арсений Павлов, Моторола! А у Моторолы там медалей навешано, новороссийских, так что любая собака чемпиона позавидует, сколько у него железа на груди висит. А бывшие электромеханики – верховными главнокомандующими. Вышли невокупантам из Донбасса! На награды в ДНР и ЛНР не скупятся. Их вручают непонятно кому, непонятно за что, и с такой завидной регулярностью, что не успевают придумать под них подвиги. За мужність, за героїн в боротьбе там з украинською хунтою. И в виде мені якого народу, в виде мені якого структуры взагалі вручаються той орден. Що є така держава ДНР – ні, немає. Є така держава ЛНР – знов таки немає. Да і высокими моральними качествами новоявленные герои обладають только в сюжетах «Лайф Ньюс» і «Раша Тодей». Ведь нормальний человек не назовет мужеством издевательства над пленными, а героизмом уничтожения мирного населения. Кто они, герои боевиков? І як виглядет подвиг, по мнению террористів, разбиралась гражданская оборона. Як говорят в народі – «или грудь в крестах, или голова в кустах». Для предводителей боевиков нет слова «или». Они отсиживаются в безопасности і выходят в світ только на торжества. Зато как выходят? Захарченко на посту предводителей боевиков меньше года, а наград на груди, как у фельдмаршала или генералиссимуса. Техник-электромеханик 6-го разряда Захарченко всего за год прошел путь от тетушки, предводителя шайки боевиков до героя ДНР, георгиевского орденоносца, кавалера ордена святого Николая II степени и главнокомандующего армии. А к памятной дате Захарченко получил еще и медаль «70 лет победы». Хотя какое он имеет отношение к этой победе – неизвестно. Головокружительная военная карьера не находите? Но это несложно, особенно если ты сам себе назначаешь звание. Скоро может и фельдмаршалом стать, чего мелочиться. Все эти несостыковки и абсурдность наград подтверждают тот факт, что сепаратистским медалям и орденам грош цена. Это не более чем значки. Год террористической войны на Донбассе уже превратил десятки бандитов в мнимых героев. О некоторых из них даже фильмы снимали. А теперь выпускаются их изображения марки. Мы, как уже состоявшееся государство, решили выпустить собственную марку. Первую марку мы решили посвятить истинным героям Новороссии. И кто бы сомневался, что на ней изображены Гиви и Моторола? Ведь это самые отличившиеся боевики, герои террористов. Но кто они на самом деле? Узнаешь, что я такой? Узнаешь? Узнаешь? Я Гиви! Гиви, мальчики! Гиви! Об офицерской чести и военной этике этот человек не знает ровным счетом ничего. Он герой исключительно видео издевательств над пленными. Пообщаемся! Я просто военный. Ты просто военный. Ты чему? А зачем запреперлась? Издеваться над пленными для создания имиджа – все, на что он способен. И не важно, что в настоящем бою его никто не видел. Своего героя он уже получил. Александр Захарченко поздравил командиров отрядов ополчения с Днем Защитника Отечества и вручил им ордена за героизм. Еще у Гиви есть три георгиевских креста и два ордена Святого Николая. У его боевого товарища-убийцы Моторолы наград значительно больше. А все потому, что и подвиги по меркам террористов значительнее. За такие заслуги Мотороле выдали погоны подполковника и всю грудь увешали орденами. Это реально социальное дно, которое отчуло себя владой, отримавший автомат. И сейчас оно себя реализует. Причем реализуют в таких тортурах, в расстрелах, в показовых большинствах, в отжимах война. Оба – и Гиви, и Моторолы – скорее герои пропаганды сепаратизма, чем какой-то войны. По свидетельствам их бывших подчиненных воюют они только на экранах ТВ. Они не держат лини в обороне, понимаете? То есть не они это дело делают. Мужики делают это дело, а они только сидят там, пиарятся. Куда максимум хватает духа приехать, лайф-ньюс. Что думаете? Лайф-ньюс полезет на эти самые огневые точки, огневые рубежи. Ну, о каком мужестве может идти речь? Поизмываться над безоружными и быть героем постановочных съемок – это несерьезно. Это преступно в первую очередь. Но, опять же, это русская извращенная реальность. Низшим чинам, чтобы не было обидно, то же время от времени перепадает. Не ордена, конечно, но медали у Моторолы полные карманы, каждому боевику хватит. С такими примерами героизма, как подвиги Моторолы и Гиви, представить себе сложно, за какие заслуги их награждают. Нам дали пленного укропа, посадили на яму, чтобы не убивать его. Да, забрали, чтобы не убили. Это применение на практике уроков героизма в стиле Гиви. У меня убита сестра, убита она ополченцем. А полиция сейчас делает все, чтобы он вышел сухим из воды. Так скажите мне, пожалуйста, где справедливость, за которую люди борются? Сестру мою он сжег в ее квартире, как мусор ненужный. Это уже не первый случай, когда ополченцы в пьяном угаре убивают кого-то, устраивают разборки. Получи медаль. Напился и взорвал собственный автобус? А что, картошка есть и кормит? Вот тебе награда. Вот так выглядят боевые заслуги, по мнению боевиков. Им показывается, что можно. Можно безнаказанно убивать, за это вас еще и поощряют. Приезжайте, пожалуйста, на Донбасс. Пополняйте ряды российско-террористических войск. Следующая мечта – значок за взятие Киева. Киеве будем, флаги ваши, с девушкой вашей знакомиться. Организация, которой они служат, террористическая. Вот и подвиги подстать. Тут нечему удивляться. Это героизм, в кавычках, в зазеркале, в этом сепаратистском зазеркале. Здесь полностью нарушен принцип «не убей», «не укради». Для этих людей это нормально. Они за это еще получают награду. Ценность награды в том, что ее нельзя купить. Кавалеров орденов чтут веками. Им ставят памятники на площадях. Их именами называют улицы. А описание их подвигов украшает страницы учебников. А какие подвиги совершил Александр Захарченко? Убивал мирное население, грабил бабушек, продавал гуманитарную помощь на базарах. Супер. Ты уже майор. Убил тысячу людей. Молодец. Ты генерал. Мирных? Так ты там дважды генерал. Самое возмутительное, что раздавая направо и налево награды такого уровня, террористы унижают тех людей, которые в свое время по праву заслужили и звание героев, и георгиевские ордена. Но кого это интересует, если в кадре с медалями убийцы и маньяки выглядят героически? Субтитры сделал DimaTorzok